спасибо большое присаживайтесь пожалуйста братья и сестры присутствие божьим я очень счастлив быть сегодня здесь все разъехались вот я остался вот и всегда рад быть до конца большая честь и привилегия служить и поделиться с вами сегодня некоторыми мыслями которые есть моем сердце наверное и для всех нас я хочу прочитать и так и назвал я наверно это послание я знаю что искупитель мой жив это слова принадлежат и у многострадальному иуда книга иова девятого 15 глава с 25 по 27 стих а я знаю искупитель мой жив и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию и я воплоти моей узрю бога я узрю его сам мои глаза не глаза другого увидят его и стаивает сердце мое в груди моей иов а был человеком я могу так сказать человеком влияние он был человеком оказывающим наверное какое-то определенное даже наверно большое влияние на окружающий мир все мы призванные господом как церковь в целом так и каждая личность в отдельности имеет свое определенное на наше окружение да наши соседи где мы работаем наши сотрудники где мы служим наши сослуживцы и церкви или в бизнесе где бы мы не были там на маркете или там магазине или в жизни нашей в любом месте все таки мы являемся людьми влияние и бог нас для этого и призвал чтобы нам быть людьми влияние и он сказал вы соль земли и вы свет миру аминь вы соль земли и свет мир штука соль это влияние штука и свет это влияние когда приходит свет уходит тьма соль это остановка всякой деградации да и так дальше то есть сам исус определил наше бытие на земле как влияние и и как силу влияния и сама сила влияния зависит от того кто мы аминь то есть мы влиятельны настолько кем мы являемся если мы соль земли и свет мира и сколько соли внутри нас и сколько света внутри нас помните место исписания если свет который в тебе тьма то какова тьма вопрос такой если свет который в тебе тьма задумайтесь над этим словом то тогда какова тьма другим словом можно сказать то какова сила влияния ее ну как бы определенно нет она мертва но бог нас призвал аминь если мы в чудный свой свет чтобы дать нам определенную силу влияния мы видим на страницах писания маленькую девочку помните которая попала в плен и которая сказала госпоже женя неимана царя сирийского военачальника что если бы господин знал что есть бог в израиле это оказало огромное влияние на судьбу целой нации можно сказать да и даже вот это это дворовые начальника потому что он все-таки прислушался голосу маленькой девочки которая была еврейка которая была из народа израильской которого знала бога пять лет например но лет пяти там написано но я не потому что она знала кто она она знала бога она знала откуда она вышла на знала свой народ посмотрите на рау блуденцу которая повлияла на спасение даже целого израильского народа а потом сила ее влияние оказала спасение и ее роду ведь и мы оказываем влияние на других и в то же самое время вот эта сила влияния она влияет и на наше окружение в нашем роде моя теща она проработала на воензаводе всю жизнь свою инженером с высшим образованием к умная была и считала что все верующие протестанты это шпионы американский кстати сегодня день реформации я вас поздравляю слава иисусу за мартина лютера это так просто пришло сейчас на сердце когда я сказал протестанта и это на действительно была очень против страшно против потом я познакомился с леной вот с ее дочерью она как узнала что я еще не просто там простой шпиона как бы достаточно серьезный шпион там лидер молодежи уже в то время молодежный пастор в региона как узнала она сказала слушай если ты дочь выйдешь за это шпиона замуж я просто отрекусь от тебя отрекусь как очередь не хочу видеть не слышать но понимаете когда вот вот есть вас сила влияния которую я говорю сейчас то и вы будете влиять на внешний мир и на ваше окружение внутри вот сегодня она она давно покаялась и член церкви не пропустить ни одной десятины хотя говорил что на шпионские вещи денег никогда не даст вот так бог сделала на и молиться все музыка верующая по брат моей жены тоже я тоже рода христианская она как бы новопрощенной вот весь ее дом спаси да и мама и брат родной и знаете вот мы можем найти много вместе с писания как даниил юноша да сидрах месах я в динагу это были юные люди молодые люди которые которые знали бога которые знали бога потому что сидрах месах я одинаков так сказал если нам суждено погибнуть мы все равно погибнем но истукану не поклонимся потому что мы поклоняемся богу живому да то есть поклонение богу но производит определенный такой эффект работу в нашем сердце в нашей жизни и позволяет нам действительно стоять твердо в боге но можем не перечислять больше все эти вещи они задуманы богом и они запланированы богом чтобы мы производили определенное влияние и всегда вот в этом в этом процессе всегда будут задействованы другие силы которые будут стараться лимитировать наше влияние я так называю дьявольские атаки которые будут противостоять тому чтобы сила влияния распространялась по земле и когда мы смотрим на человека иова о котором я сейчас прочитал из книги иова то мы видим что дьявол атакует иова атакует чтобы лимитировать вот эту силу влияния может быть кто то из вас проходит и мы проходим все мы проходим определенные переду периоды в жизни где дьявол пытается остановить силу или или лимитировать вот силу влияния нашей жизни мы все против страданий если кого то спросить из нас кто хочет пострадать не знаю где но в сочи на побережье как вот эти дни все время горят за побережье никто не хотел страдать как там есть это никто не хотел умирать да вот все хотят чтобы было все хорошо да и мы бы хотели господи чтобы это сила влияния распространялась храни нас от всякого страдания вот но я вам хочу сказать что вот наше внутреннее состояние и от него зависит наша реакция на страдание потому что страдание которое пытается лимитировать нашу силу влияния самом деле является еще большим стимулом укреплением нашей веры и расширение сфер нашего влияния недавно я читал об одном эксперименте психолога джонатана хайнда джонатан хайнд придумал увлекательное гипотетическое такое упражнение которое выглядело примерно так участникам вручали краткое изложение жизни человека просто вот брали определенно меня например и всю мою жизнь написали в сценарии простом и потом просили прочитать его затем их попросили представить что этот человек сын ваш или ваша дочь и это неизбежно ее или его история жизни она еще не родилась но совсем скоро родится и вот такой будет ее жизнь и зачем участникам в течение пяти минут давалось на то чтобы изменить сценарий жизни с ластиками в руках участники могли устранить все что хотели и вопрос эксперимента состоял вот следующем что вы бы хотели стереть из вашей жизни чтобы этого в сценарии вашей жизни когда не было и большинство из нас инстинктивно и отчаянно начали бы стирать неспособность к обучению например автомобильную аварию финансовые проблемы болезни мы любим наших детей и хотели бы чтобы они прожили жизнь без трудностей да вот мы бы хотели чтобы наши дети прожили жизнь без трудностей вы бы хотели да не спешите я бы не хотел без боли без неудачи правда не хотел не потому что я ну ненавижу детей просто обожаю четверо детей слава иисусу хочу что все были здоровы но все бы мы предпочли бы чтобы жизнь наших детей была свободна от боли от страданий но спросите себя прямо сейчас на мгновение это в самом деле будет лучше мы действительно думаем что спокойная жизнь в проливированном обществе сделает наши детей счастливыми а если вы уберете трудные обстоятельства которые пробудили бы их к молитве а если вы удалите трудности которые должны их научить оставаться радостными невзирая на любые обстоятельства а что если вы удалите боли страдания которые в конечном итоге будут причиной поиска бога и глубокой молитвы таким катализатором которым бы дети могли взывать господу потому что когда все так сильно хорошо то знаете бога не особо нужно что если вы удалите испытания которые пробудят их к божьей цели в их жизни то может звучать и сурово как я сказал но главный вклад в духовное развитие делают не проповеди книги или собрание малый групп главный вклад в духовный рост нашей жизни делают трудные обстоятельства еще раз повторю что да и проповеди отличной домашние группы супер и молитва сильно но я вам скажу что глубокий и богатый вклад в нашу жизнь делают испытания трудности и в том случае когда наше естество то есть то что внутри нас есть правильно реагирует на обстоятельства ведь не вопрос глубины трудностей или масштаба испытаний да а вопрос нашей реакции на них нашей жизни любая проблема будет решена при правильной реакции потому что правильная реакция даст тебе возможность правильных шагов когда ты будешь правильно реагировать ты будешь правильно поступать если вы реагируете знаете все отсюда сразу вот происходит много много ошибок потому что неправильная реакция нельзя никогда принимать скоропостижные решения особенно в ответственных моментах жизни да аминь и вот я хотел бы показать это на иуе потому что многие люди вот можно так сказать что трансформация наших наших духовных сил и трансформация в образ божий как раз рождается из страданий неудач каких-то жизненных трудностей и многие большие люди могли бы указать на такие моменты как на величайшие моменты духовного пробуждения вот его праведник он переживает огромные испытания своей веры он лишился всего он лишился имущества вы знаете земли скота детей здоровья и представьте себе его богатого здорового и счастливого встает утром приносит жертвы за себя за детей за жену и так дальше да из был богобоязненным хорошим человеком удалялся зла его 1 глава 1 стих говорит характеристика что был человек земле уц имя его его и был человек этот не порочен справедлив и богобоязненный удалялся от зла огромное влияние и сказал господь сатане обратил ли ты внимание на раба моего его его ибо не такого как он на земле то есть в то время о жизни его на земле другого такого человека даже не было этот человек был богобоязненный удаляющийся от зла непорочный справедливый казалось бы зачем этому человеку еще какие-то трудности и страдания в его жизни вообще картина маслом но посмотрите теперь мы знаем конец и его вода и апостол яков говорит что через долготерпение его вы знаете конец онного от бога я чуть-чуть скажу об этом но вот что я хотел бы сказать о естестве его прослеживая картину и его то есть книгу и вода 42 главы вы можете найти определенную сущность самого его которая позволила ему правильно отреагировать на атаки сатаны в его жизнь чтобы как я сказал вначале лимитировать его влияние посмотрите самое первое он был богат богатым людям принципе ничего особо не надо они все есть да они и богатые люди им даже и бога особо не надо и вот его очень был богатый человек самом деле был очень богат написано что был очень богатый человек но посмотрите его 31 глава 24 25 стих смотрите какой вопрос задается мил или просто он ну как бы говорит о себе это вот его внутреннее состояние чем но напитан его дух полагали я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу ты надежда моя аллилуйя радовался ли я что богатство моё было велико и что рука моя приобрела много чувствуете дух как бы богатейший человек говорит это не моё все бог все во всем а чувствуете это не моё это это даже не моя рука помните безумный человек которого библия называет безумным сказал что я получил такой урожай в поле что сломаю старые построю новые скажу душе моей а душа моя пеешь веселись многие годы впереди а чудный ты человек безумный в ночь сегодняшнюю заберут в твою душу на на чё ты полагаешь упование на богатство и вот иов имеет другой дух у него много денег а он говорит это все не моё я не полагаю на золото мою опору не ставлю я не говорю сокровищу ты моя надежда аллилуйя имение у него было 7000 мелкого скота 3000 верблюда вообще 500 пар валов 500 ослиц весьма много прислуги весьма много и был человек этот знаменитие всех сынов востока а он говорит я в богатстве не полагаю надежду не моя рука все господь и смотрите это точно так это сушность его внутри он говорит и сказал я нах я вышел из чрева матери моей нах и возвращусь господь дал господь и взял как угодно было господу так и сделалось да будет имя господне благословено и во всем этом и он не согрешил и не произнес ничего неразумного о боге это что за статус внутри помоги нам господь мы не успели первую прибыль получить как за церковь забыли мы не успели первую прибыль получить как мы уже распределили на 70 лет нашей жизни все как будет и сколько мы получим 60 когда нам 30 и сказал господь сатане обратил ли ты внимание на раба моего его нет такого как он на земле бог говорит за него так человек непорочный справедливый богобоязнь и удаляющийся от зла и доселе когда доселе забраны дети 10 детей было приходит один слуга говорит слушай его вчера был шторм дом разрушил дети сидели за столом кушали мирно стихия разрушила дом все 10 детей погибли 10 детей погибли ко мне приехала одна пара пастырская у них мальчика сбила машина на пешеходном переходе пьяный водитель пацан 20 лет сбил его насмерть прямо на месте он скачался ему было 14 лет и они приехали ко мне исцеляться ну как бы попросились и мы женой 5 дней 5 дней служили им с 10 утра они приходили на завтрак нам дом в 10 утра и в 10 вечера уходили слезах стена не болезни в боли внутренней и тогда дальше один ребенок еще два сына есть один только погиб вилла погибло десять сразу я но я не не представляю друзья я не представляю этой боли трудности но смотрите погиб погибли дети а его говорит бог дал и бог взял да будет его имя благословенно по-человечески с человеком что-то не так до психологи бы определили бы психологическое нарушение травма а дух его принадлежит богу то есть дух его принадлежит небесам в самом деле вот что важно дух не 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 важно окружение обстоятельства скорби трудности неважно переживания это не это не так важно важен дух почему потому что дух реагирует а тогда уже плоть делает то что реагирует дух тогда уста говорят то что диктует дух и вот даниил был высокого духа помните о нем сказано он высокого духа иосиф был высокого духа вот этот высокий дух пребывает и уве это сила влияния потому что дух божий или высокий дух бога в нас это сила влияния на окружение и вот он говорит посмотрите что бог говорит удаляющиеся от зла и он доселе это бог говорит уже тогда когда его потерял скот потерял землю потерял детей потерял абсолютно все потерял абсолютно все и снова бог смотрит на его и посмотрите что говорит дьяволу видишь он тверд непорочен и доселе тверд в своей непорочности а ты возбуждал меня против него чтобы погубить его безвинно бог разговаривая сделал видите доселе тверд все так тяжело все а он доселе тверд порази его еще дальше было поражение дальше но смотрите что объеме сказано дальше он не полагался на богатство второе он поддерживал слабых вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал падающего восстановляли слова твои и гнущиеся колени ты укреплял и его 4 глава 3 4 стих видите человек богатый обращал внимание на бедных человек богатый поддерживал руки слабых человек богатый укреплял ноги слабых людей это существо или сущность иова дальше он ходил путями господа и чтил слова господа я верно держался его пути я хранил его путь не уклоняясь в сторону не отступал я от повелений уст его больше чем хлебом насущным дорожил я его словами вот сущность его слова божья сущность его жизни святость непорочность пути дальше он помогал вдовам он помогал бедным хромыми слепым смотрите ведь я спасал кричащего бедняка и беспомощного сироту спасал умирающий благословлял меня и сердце вдовы наполнял я радостной песни сущность его человек умирал и благословлял и и всталяете а в до а вдовы через его силу влияния через его внутренний дух высокий дух бога который был в его я вдовы наполняли уста радостной песни сила до чувствуете друзья теперь еще одна характеристика ли сущность его вот его духа он не торжествовал когда его врагов постигали несчастья и прощал их сильная черта прощать своих трудно а врагов тем более когда бог разговаривал с соломоном то соломоном то так там господь и заметил за то что ты не просил смерти твоих врагов то есть вот эта сущность наша человеческая чтобы ты умер чтобы тебе так плохо было чтобы мне от этого было хорошо вот это плотское вот бесовское до состояние и вот чтобы обязательно если нас обидели или предали или что-то чтобы месть пришла чтобы обязательно вот почему написано не мстите за себя возлюбленный отдайте место к небу боже ну так написано да потому что бог предупреждает но наша сущность такова бы мы бы хотели справедливости мы бы хотели мести мы бы хотели сделать так чтобы ему было в два раза больнее чем не но посмотрите что делает бог в сущности иова заложен высокий дух бога он говорит радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли когда несчастье постигало его я не позволял устам моим грешить проклятием души его я не позволял и несмотря на несчастье и он не не согрешил и не произнес ничего неразумного боге знаете как некоторые люди столкнувшись с несчастьями неудачами или ударами судьбы начинает обвинять во всем бога даже они могут обвинять бога и ставить под сомнение вообще его мудрость или провидение или чувствовать что он не понимает не любит не слышит их молитвы и никогда не отвечает бог почему это случилось именно со мной как говорила сав я не напрасно занимался очищением рук моих приносил десятины приношения в дом твой поклонялся тебе почему это произошло со мной почему именно я должен страдать бог ты несправедлив ты меня не слышишь и такие вопросы они опасны и потому что они ведут к неверию и посмотрите жена самый казалось бы близкий человек иова подходит к нему в этот момент когда он поражен болезнью и скребет уже тело распадающиеся черепицей куском черепицы она подходит к нему знаете как вот искуситель в раю говорит слушай его сколько ты будешь обманывать сам себя похули бога похули бога есть ключ к тому чтобы твои страдания прекратили сегодня потому что когда похулишь бога умрешь хуление бога это твоя смерть поэтому облегчи себе страдания зачем тебе страдать знаете что я сказал любимая ты говоришь как одна из безумных господь дал господь взял да будет имя его благословенно это хорошо говорить о биове а если с нами это происходит так вот сама сущность иова позволяет ему пройти испытание встретить достойно в духе отреагировать и знаете что получить еще большую силу влияния на земле вот о чем я говорю и в церкви будут страдания и в церкви будут штормы и переживания но если мы наполнены сущностью духа бога высоким духом бога мы достойно отреагируем и в нашей жизни и в целом служение в бизнесе церкви где бы то ни было чтобы стать еще более и шире и глубже влиятельным и так и он находит силу в боге он говорит я знаю искупитель мой жив амин скажи чтобы я знаю искупитель мой жив знаете что это это откровение это откровение о творце он в последний день это чудеса я верю в искупителя я верю в чудеса я верю в моего бога и мои глаза не глаза другого увидят его послушайте он живет откровениями он находит силу в боге это номер один номер два он живет откровениями нам нужна сила в боге однажды сказал бог и дважды слышал я что сила убогие то бог сказал однажды ты дважды слышишь как и ухом и практическим применением жизни ты переживаешь это через свою жизнь что бог силен и велик и of живет откровение я знаю искупитель мой жив нам нужны откровение на нужно рама нам нужно жить откровением божьим нашей жизни но помогает правильно реагировать на обстоятельства жизни посмотрите он говорит я знаю моего искупителя это откровение об иисусе он искупитель он спаситель аллилуйя он целитель мой он обеспечитель мой он царь Он Господь мой, Он все мое, Он все во всем, дадим Ему вечную и великую славу, церковь, халллюя. Вот откровение о моем Спасителе. Послушайте, и это откровение личное, потому что ты не можешь жить чужой верой, ты не можешь побеждать чужой верой. Да, иногда вера ходатайственная поможет тебе укрепить твой дух, но все зависит от тебя, внутреннего стержня, внутри тебя. И поэтому он говорит, друзья, он знаете, что говорит? Я не хочу видеть Бога глазами другого, мои очи, не глаза другого, не вера другого, не откровение другого, не молитва другого. Моя молитва, мое подвязание, мой пост, мое откровение, моя личная вера увидит его, мои глаза, не глаза другого увидят, и я узрю его лично сам. Халлелуя. Ио полагается на Господа, это источник величайшей духовной силы. Надейся на Господа всем сердцем и не полагайся на разум твой. Притчи 3-5. Полагаться на Бога, это понимать абсолютно, что все, что происходит в моей жизни, содействует ко благу. Римлянам 8, 28. Мень. Любя нас, Господь дал нам такое заверение, что если мы будем верными, то все испытания пойдут нам на пользу. И будут способствовать нашему духовному росту и расширить лимит нашего влияния. Он не даст сверхсил. Он даст по силам, чтобы мы смогли перенести. Ио имеет надежду, и он говорит, вот он убивает меня, я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицем его. Надежда не постыжает, потому что любовь Божья изливается в сердца наши. Духом святым народ, надейтесь на него. Во всякое время изливайте пред ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Псалом 61, 9. И последнее, наверное, Ио проявляет глубокое терпение и, наверное, долготерпение. Итак, братья мои, долготерпите и вы до пришествия. Кто-то может переживать сейчас какие-то трудности и думает, доколе мне терпеть, до пришествия терпи. Вот так настрой себя. Просто настрой себя так. Ну, до пришествия терпеть, а пришествие для тебя придет раньше. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит дождь, ранний и поздний, пока получит дождь. То есть терпение, оно не сводит дождь, ранний и поздний, в твою жизнь. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Итак, как укрепить сердце и как пройти? Откровением и пониманием, что все от него. И придет радость о Боге, несмотря на обстоятельства. Аминь. Придя, придет радость, невзирая на обстоятельства. Радость перед Господом – это наша сила. Я услышал и востропитала внутренность моя. При весть, если он задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен. В день бедствия, когда придет на народ мой, грабитель его, хотя бы не расцвела смокомница и не было плода на виноградных лозах. И маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе. И веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог, сила моя. Воскликнем вместе, Господь, Бог, сила моя. Господь, Бог, сила моя. Аминь. Халлелуя. Он сделает ноги мои, как у олени, и на высоты мои возведет меня. Когда ты надеешься, когда ты уповаешь, когда ты живешь откровениями о нем, в терпении проходишь свое поприще, сила твоего влияния будет расширена. Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Иов отдает себя. Мы сегодня пели чудесную песню. Действительно, вот этот гимн «Я хочу по волнам твоим». Знаете, я так стоял в прославлении, смотрел на эти слова. По волнам твоими нырнуть куда-то, нырнуть в глубины, чтобы несло меня. Угу. Я недавно был в Вильнюсе, и меня попросили, чтобы... Ну, как попросили, предложили этот вот, как там, спуск на байдарках по бурной реке. Угу. Я вам только скажу, что петь так хорошо. А когда захватывают эти волны и глубина, когда мы там с дочерью ехали, как бы мы с дочерью сплавлялись два с половиной часа, я все вспомнил. Перемолился обо всем. Все равно, как бы, перевернулись мы там по колено в воде. И слава Богу, что мобильники как-то сохрани... Мой малый не сохранил, мобильник все утопил. Тяжелая ситуация, когда тебя несет по волнам, но знаете что? Нам нужно довериться ему. Тяжелая ситуация, когда тебя несет по волнам, но знаете что? switched 라라. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кус. Тяжелая ситуация. В нем какая-то связь. Тем более, когда ты хочешь formatting. Не dóй не до再 которые каких-то таких ситуаций- düгрый нсам that Maybellитких girls